Так что производство кипит колесо. Вы к бабашу прошли ёлочки с гусиными лапками. Нифига себе и вот так ещё ёлочка. Всем привет. Сегодня будем нарезать протектор. Сегодня будет у нас испытание. Чем буду резать протектор или будем резать вместе с вами. Возьму болгарку, попробуем мы таким диском шлифовочным. Потом возьму такой диск, попробуем алмазный, так скажем, я и дерево режу и всё. Потом таким диском попробуем. Короче попробуем нарезать протектор на старой шине. Это конечно лучше. Сделаем эксперимент на легковой шине, пока на такой. Потом мы пойдём грузовую резать на реально настоящей машине. Вот это будет самое интересное. Посмотрим как обновить протектор, как его сделать лучше и получше ли у нас вообще что-то из этого. И в конце видео мы сделаем выводы надо это делать или не надо и что вообще лучше. Так что погнали. Ну что друзья, одеваем шапку. Грязную взял тоже, потому что сейчас будет лететь страшное дело. Одеваем шапку, очки, перчатки и самое главное включаем свой инструмент. Видите, как я завернул болгарку? Сейчас будем пробовать алмазным диском резать протектор нарезать. Мне очень интересно эксперимент такой сделать. Так что поехали. Сейчас алмазным, потом шлифовочным и постепенно попробуем. Как же будет лучше и надо ли вообще это делать? Понимаете, в чем дело? Очень интересно. Погнали. Включаем. Так, потом вот еще диски будем использовать. Так, очки, перчатки. Всё, сейчас эксперимент начнётся. Всё будет нормально. Ну что? Погнали. Так, чтобы было вам видно тоже, да? Ну вот здесь лысая. Попробуем, что надо. Кстати, алмазный диск очень плохо режет резину. Практически вообще никак он её не... Ну очень-очень плохо. Так что будем пробовать с шлифовочным диском. Потом мы испытаем всё это на реально на грузовой машине. Всё. Ну очень плохо режет. Практически ещё не режет нифига. Сейчас его снимаем и будем поставим вот этот вот диск. Сейчас ещё раз попробуем. Не режет он, алмазный диск нифига. Вот мы испытали, что алмазный диск не подходит к этих целях. Погнали дальше будем испытывать. Переставляем диски. Закручиваем вот такой шлифовочный. Ого! И погнали! Спасибо! Погнали! 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 этим диском кстати намного лучше пилит вообще четко пилит вот этот абразивная шлифовка у нас такое получается смотрите прямо какой получается у нас прорез протектор и кстати очень глубок глубокого прорезает туда для деревни пойдет мы можем так честно верным для для деревенских дорог вот у меня еще там лысо колесо лежит сейчас мы их нарезаем попробуем посмотрим насколько глубину насколько можно прорезать кстати это потом чтобы узнать какую глубину резать обновлю 2 3 миллиметра 4 да потому что так на глаз конечно мы можем достать и до корда я думал сделать вот как бы салатским тогда например и чтоб круг выходил там например на 2 3 миллиметра ну так скажем да вот так будет как бы сделаю такое приспособление вот такое и у нас будет типа таких сорок да вот так и вот можно будет сделать будет раз там 2 3 миллиметра потом можем регулировать на кого-ка на какую глубину нам прорезать и все но это например будет выглядеть так у нас вот так вот видите то есть если все закрепить сделать нормально да по-человечески сейчас это я попробую про про экспериментирую и все потом можно будет регулировать глубину 2 3 миллиметра 4 сколько этого нам получится 10 миллиметров там и все так что это будет совсем уже другой серии сейчас мы будем просто резать 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 дальше попробуем сделаем вот такие вот смотрите как получается видите вот такая елочка здесь идет я ее вот так порезаю елочкой есть протектор глубина очень большая так что можно резать середину видите как она гладкая и его здесь буксует а я сейчас вот так вот елочкой все сделаю все будет вообще четко смотрите как хорошо получается ведь глубина очень что провели мы эксперимент на легковой немножко сейчас возьмем грузовую шину попробуем на грузовой так ну вот я приходил от прицепа у нас такое колесо попробуем на нем освежить тоже смотрите как нарезается прямо еще сказка смотрите прямо вообще просто вот вы сюда вот здесь уже все протектор пошел у нас сейчас мы это все нарежем будет у нас новое колесо теперь на запаску пойдет хорошую колесо на запаску будет друзья всем привет вы здесь ну что сегодня будет самое интересное видео и дыбное так что погнали если у вас лысая резина значит мы берем болгарку идем к вам погнали нарезать резину так сейчас будем делать сейчас будем делать вторую жизнь колеса так что самое интересное впереди давай я посвящу сейчас будем прорезать протектор болгаркой сейчас посмотрим как этот весь процесс пройдет конечно испытываем на себе мы еще такого не делали так что посмотрим как это проехал произойдет вы конечно спросите а долго ли колесо отходит думаю потом посмотрим сколько отходит с нарезанными а то уже а то уже вопросы посыпали еще не успели посмотреть уже вопрос сыпется вторая жизнь китайцы колесам ну чё а ты не купил алмазный круг глубину взяли вот это вот вот это попробую ну вот ну так было и теперь у ну вообще да что-то не это клипкин как пластилин какой-то даже пальцы не терять как пластилин какой-то вот получается новая жизнь по лесу часть зима снег упадет будет как на бульдозере грибе давай больше но увидишь если взорвется в 10 или зарываться я не виноват вот на тему конкретно я даю это реально так у меня уже все и руки грязные тоже были запачкался весь так сейчас так ну как обычный размер круга какое-то у нас получается 7 где-то 6 6 6 7 да ну около 7 где-то 6 7 вот так это было красиво и потом замерим глубину тоже это дополнительно елка будет вот так получается у нас нет ну реально хорошо получается и получается еще как гусиные лапки елочка чик-чик-чик-чик-чик-чик и будет до середина тоже потому что будет бывать середина здесь сплошная и снег да и нагладит и не дает краям цепляться потому что да да не вырывает ничего но здесь вот да видно будет здесь порвано да сейчас здесь самое интересное подведитесь ровного так получается ровно то есть вот здесь буксует горит я буксую здесь теперь елочка гусиные лапки короче комплект елочка с гусиными лапками все четко так что будет огонь еще шипы можно забить с той стороны эти закрутить саморезы и здесь за контрагать гайками и больше больше полная так что это вот так вот нарезаем мы готовимся к зиме это называется подготовка к зиме следи на верить на зимнюю перебываю ну да это не отходя от кассы километр она проедет это все уберется как пластилинка конечно красивую да да но если в протереть да будет красиво ну если было да она потом да она из нафиг она прилепляется дороге ну короче круто получается да было четыре миллиметра стала 14 все крутяк серьезная заявка почти как новое колесо новое а вот и бридж то он купил новый вот сейчас здесь бридж то у нас новый час мы померяем сколько это здесь да давай глубину замере на бридж то у него так вот здесь купили новые колеса бридж тоун не просто а еще с плюсом бридж тоун с плюсом это не хукро мукро это вот да давай замерим сколько там протектор на бридж тоуне на новом уже рейс правда уже на москву гонял два даже на москву же минус 2 миллиметра а тут видишь уже сложно за замерить на хуй ну ну побольше чуть-чуть она выше нам было например на то проваливается да да то же самое расскажем сколько сколько они проходят уже с новым протектором это тоже нам будет самое интересное это ему хорошо что здесь нету под крыльников нечего будет отрывать когда взорвутся колеса до роду новую григи поставлю оторвет их на все погнали дальше болгарка силы гладко а теперь душиные лапки появляются там плевать решили поменять круг здесь этим толстым кругом мы видите расширен для того чтобы зацеп был хороший сейчас мы тоненьким кругом здесь пройдем было так это будем тоненьким час нарезать не то что нарезать обновлять так скажем дорожки сейчас все это будем испытывать вот такая тема но противогаз конечно нужно 10 миллиметров мы за метр на 10 миллиметров до получать китайцы а что будет на мишелине тогда попробовать на мишелине то что погнали дальше так что за среди было четыре миллиметра стал 14 миллиметров вообще сейчас да и потом же это начало а потом пойдет середина но пиздец болгар и потом тоже нас ты да хуя не матерись мышка на канале отойдем лучше подачи то есть и взорвется мало не покажется нам его пока мы есть нарезали колеса себе на грузовой здесь заказ пришел у нас прикатили колесо с волги прорежьте нам тоже это протектор и зимний горит я сейчас прорезем у нас электричество холянная да да расходы дисков давай сейчас попробуем волна волги ему прорезать ну может так резать вот так елочка тоже ему нарежем такое могут сказать колесо было летнее стало ловиме так то принимаем заказы до 2 секунды он какой становится новая нифига себе и вот так еще ел и будет елочка представляет это как на трактор будет вообще ничего себе надо теперь свет включать надо подожди свет это для бездорожья готовимся на рыбалку да да не дури реально нормально идет до набираем на курсе на рыбалку как раз пойдет есть по лицу там деревне в деревне нормально да для деревни это самый раз вот так это случая это же на трассе это не на трассе я в деревне сейчас начнут рассказывать что это там почему в африке бананы и для деревне это самое оно вот так вот так что гребсти ничего себя круто вот так вот колесо нам прикатили до волговская да нормально попросил почему бы не помочь человеку для деревне сделать ему нормальные грязевые колеса до духа мишка картошки за два мешка картошки все нормально да ты чё блин елочка с гусиными лапками я нормально хорошо получается это рисунок можно продать мишелину новый рисунок да да нет ну реально вообще нормально так так что вот у нас такая новая технология нарезки протектора еще и заказы приносит тому тому нарежьте колесо тому деревню нарезали смотрите как все четко все держится все нормально без каких-либо проблем то вот испытание такое прошла резина вот видите нарезали вот здесь все нарезано все четко все хорошо прошло и зимой конечно будет получше когда снег потому что под видео здесь а так будет очищаться протектор все будет нормально такое испытание еще до конца не дорезли до конца я кому понравилось видео конечно ставьте класс ну сделаю такой вывод конечно лучше не занимайтесь такой ерундой не экономьте на своей жизни на здоровье пойдите купите новые колеса новую шины это уже так для деревни побаловаться проэкспериментировать чего как конечно так что не экономьте на своей жизни пойдите и купите себе новые колеса всем удачи на дорогах всем до свидания ну и конечно кому понравилось видео подписывайтесь на канал думаю еще будет много много чего интересного всем удачи